Я решила снять обзор на то, что находится... Надо затестить, что в моей сумке. Поехали! Первое, что здесь попадается, это расческа, потому что на мою длину волос без расчески выходить, это вообще грех. Особенно если я ухожу с утра и до вечера, то без расчетки уж точно я никуда. Второе и второе, это очки. Очкам этим уже где-то года три. Я их купила в пупере. Мне тогда они все-таки показались очень модные, стильные, и я решила, что они мне тоже нужны. В общем, очки. Вот такие вот. Третий объект, это маска. Она у меня вся в тональном креме, потому что я всегда почти крашусь, и я, скажем так, эту маску очень быстро пачкаю. В общем, вот так вот она выглядит. Мне, конечно, не очень нравится, но это уже необходимость. Ну, в этом году так точно. Надеюсь, что в следующем уже мы все про это забудем. Следующее, следующее, это таблетка Нурофен. Если вы следите за моими сторисами, знали, что у меня сегодня безумно болела голова. И, в общем, я, конечно, не все это выпила, потому что уже тут все как бы закончилось, но Нурофен у меня в каждой сумочке почти есть. Потом влажные салфетки вот такие. Я, как много хожу, у меня обувь достаточно быстро пачкается, поэтому влажные салфетки даже, несмотря на то, что протереть обувь, руки просто где-то там запачкалось. Это как бы очень такая вещь нужная. Затем у меня летнее сияние Прованса. Я когда-то его еще купила, наверное, я не знаю, осенью того года, и до сих пор оно у меня валяется в сумке. Я все думаю, когда же я его использую? Наверное, уже никогда. Вот, вот, вот что еще. Кошелек. У меня тут куча всяких карточек каких-то, деньги. Ничего как бы интересного, но интересно то, что я здесь вообще не ношу мелочь, потому что у меня был когда-то случай, у меня мелочь как-то высыпалась, и я с того момента решила, что мелочь у меня будет храниться вот здесь. И, в общем, здесь у меня куча мелочи. Чтобы она никуда не выпадала. То это очень бесит. В общем, следующее, это мой провод. Это моя зарядка. Потому что айфоны очень быстро разряжаются, и приходится все время мне это подзаряжаться. Потому что айфоны очень быстро разряжаются, и всегда приходится ходить с зарядкой, а до пауэрбэрка у меня как-то руки не дошли, не знаю. Следующее, это наушники. Я всегда и везде почти беру с собой наушники, потому что я меломаю, я музыку слушаю практически везде, всегда, повсюду. Просто меня сопровождают 24 на 7, особенно если какие-то голосовые, чтобы не включать на полную громкость, то я наушнички так и делала, послушала и там ответила. В общем, наушники это тоже всегда со мной. Удивительно, как они меня в одном экземпляре. Следующее, это капли для носа. У меня вообще насморк, и нос это такое уязвимое место очень. Я всегда болею как бы ближе к осени. Короче, капли от носа, они есть всегда. Даже летом. Это как бы типа мой телефон, потому что снимаю на самом деле на телефон, но тут как бы все поняли, что здесь должен был быть телефон, но это, в общем, чехол, который мне отдала подруга, потому что она себе купила другой уже телефон, а этот чехол мне показался очень стильным, классным. В общем, Лиза, спасибо тебе за такой чехол. Очень крутой. Это блеск для губ. Честно, не помню, где я его покупала. Он у меня уже так достаточно давно. Я его так люблю бывает наносить. Кстати, очень удобно, что его можно наносить без зеркала. То есть ты не боишься за то, что ты вылезешь на закон. Ты либо так оп-оп-оп-оп. Вообще, очень отлично, удобно. Классный блеск. Если вспомнить, где брала, то обязательно расскажу. И по мелочи. Тут у меня, в общем, лекопластыри. О, мелочь. Лекопластыри. Так, так лето. Новая обувь. Это просто всегда. Всегда, везде, в каждой сумочке лето. Ну, я уже, кстати, натерла. Две ноги. Так что... Это теперь просто как телефон. Всегда. Это карандаш. Я не знаю, что он здесь делает. Он очень странный. Это еще карандаш со школы, по-моему. Вот этот вот опаленный край. Это на химии. Что-то с ним произошло. И теперь вот он такой странный. Это фломастер. Я ему что-то пишу, выделяю. Как правило, я им разрисовываю стаканы в кофейне. Особенно, если в маке беру какой-то такой кофе, то там такие стаканы картонные. Я так сижу и разрисовываю, если бывает, у меня есть время. Ну, не знаю. Наверное, со стороны это выглядит очень странно. И... Антисептик. Этот антисептик, кстати, мне достался от набора суши, которые мне подарили. Ну, как, привезли, и там был антисептик, и я решила, зачем тратиться на новый, если здесь есть вот такой. Ну, в общем, антисептик у меня тоже. Такой, скажем, непокупной, но типа подаренный. Вот. Так что тоже со мной всегда. Что еще? Резинка для волос. Опять же, с моей длиной волос так вот ходить без резинки, это просто преступление, потому что бывает жарко, ты волосы только взяла, завязала, и уже менее жарко, хотя, в принципе, ничего не меняется, но... Да ладно. В общем, еще такая... Забыла, как это... Это такая ручка. Я, бывает, что-то записываю, либо, если мне нужно что-то, допустим, запомнить, я знаю, что я это забуду, я делаю себе такой крестик тут, и это якобы мне помогает не забыть, что я должна сделать. Ну, не знаю. Вроде как помогает. Чек. Кстати, вот к вопросу ручка. Вот ручка, именно на чеках я и пишу, потому что блокноты я с собой не ношу, это лишняя тяжесть, поэтому... Вот чек, вот ручка, и какие-то идеи, мысли я так взяла, записала, и им очень удобно. В общем, экономно. Я всегда отношу себя к более простым действиям, чем сложным. И какая-то визитка, с какой-то, наверное, кофейни. В общем, сказали зайти на их инстаграм, но я уже дня три как не захожу, хотя я эту визитку не выбрасываю, но все равно я ее ношу с собой. Я думаю, что я так и не зайду, наверное, и не посмотрю. Ну, в общем-то, в целом, наверное, все. В общем, сумочка Карла Пазолини, у нее уже тоже где-то год, для два, вот такая вот лента. Ну, в общем, в целом, вот такой мой обзор сумочки. Надеюсь, было очень интересно. И вы поддержите меня лайком. В общем, всех люблю. Целую. Всем спасибо.